Тысячи родителей по всей России сдали ЕГЭ. Эта акция призвана информировать о порядке и особенностях процедуры проведения единого госэкзамена. Репортаж Юрия Осипова. Александра Семеновна, мама одиннадцатиклассницы, которой в этом году предстоит сдавать ЕГЭ. Прежде чем зайти на экзамен, я волновалась как-то больше. А когда в аудиторию зашла, такие преподаватели все начали рассказывать и показывать, уже успокоилась. И все задание дали, уже к заданию отвлекаешься, волнение уходит. Черная гелиевая ручка и паспорт без обложки – все, что разрешено на ЕГЭ. Экзамен, хоть и не настоящий, пробный, но вызвал у многих сильные эмоции. В отличие от выпускников, взрослым дали на выполнение сокращенных заданий 40 минут. Контрольно-измерительные материалы не отличаются от боевых, скажем. Просто уменьшено количество заданий. А так, в принципе, структура контрольно-измерительных материалов остается таким же, как и на боевых экзаменах. Эта акция проходит во всех регионах России. Сегодня наравне со столицей республики пробный ЕГЭ сдавали родители Устьянского и Мирненского районов. В последующие дни к ним присоединятся и другие. Демонстрационный экзамен проводится и с целью ознакомить родителей с нововведением. С этого года задания для экзамена будут распечатываться прямо в кабинете на глазах у экзаменуемых. Это отличие большое, серьезное. Естественно, ношество всегда принимают с каким-то беспокойством. И мы нынче продемонстрировали родителям, как это происходит, чтобы они испытали это, что будут переносить их дети. Елена Борисовна тоже одна из мам-вопускника. Она полностью уверена как в своих знаниях, так и в знаниях своего сына. Но больше хочет узнать, как проходит сам процесс проведения ЕГЭ. Я же понимаю, что дети специально для этого готовятся уже несколько лет. И я думаю, что они пройдут эти ЕГЭ. В принципе, русский язык он несложный предмет для меня и для моего сына. Теперь родители, пройдя через это испытание, смогли на себе почувствовать, что такое ЕГЭ. Понять своих детей, учителей, а главное, узнали, как и какую помощь можно оказать. Юрий Осипов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.